Ежегодно областной центр прирастает новыми микрорайонами и уплотняется многоэтажками. Живут в этих высотных зданиях в основном молодые семьи с маленькими детьми. Пример тому жильцы на улице Папанина. Здесь, на детской площадке, всегда можно встретить большое количество малышей. На первый взгляд кажется, что просто собралось несколько ясельных групп в одном месте, но это не так. За каждым ребенком пристально следит мама или папа, которые не сводят глаз с малыша и в квартире. А на вопрос, как оберегают ребенка от опасности открытых окон, они отвечают так. Мы живем вообще на 17 этаже, очень высоко, сейчас до Шулька. Но стараемся не ставить мебель возле окон. Ну и так, она, конечно, хочет залезть на подоконник, но мы, конечно, не пускаем ее просто так, чтобы уберечь. Ну и так, что мы поставили еще на окнах поставили, ну специальную блокировку окошек, чтобы если все-таки она как-то туда заползет, потому что, конечно, стульчик она может пододвинуть. Вот, то есть у нас все четко, все под контролем. Мы живем на четвертом этаже, и, в принципе, я уже заметила, что ему любопытно в окно, и я отставляю вот стол кухонный подальше от окна, потому что, ну, я вижу, что он уже хочет подвинуть и посмотреть в окошко. Но он все время возле меня, как-то однокомнатная квартира, поэтому всегда под моим взглядом. Пока больше никаких особо у нас меры нету. Понимаю, что когда старше, то надо уже как-то более что-то придумать. Любопытство – замечательная черта. Главное, чтобы оно приносило только пользу. Узнавая окружающий мир, малыши воображают себя настоящими исследователями. И хорошо, если цель их исследования заключается в том, чтобы узнать, как быстро можно скатиться с детской горки или кто первый добежит до соседнего дерева. Другое дело – тяга к открытым окнам, которые могут стать смертельной опасностью для ребенка. Ежегодно с началом летних каникул регистрируются случаи травмирования и гибели детей при выпадении из окон. В большинстве случаев дети самостоятельно взбираются на подоконники, используя для этого предметы мебели, расположенные под ними. На территории Брестской области с начала мая текущего года трое детей выпали из окон. Один из них, к сожалению, погиб. Вечером 15 июня 8-летний житель города Пинска находился в комнате один. Он забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и вместе с ней выпал из окна квартиры, расположенной на седьмом этаже. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия. Как показывает практика, риск, что ребенок сможет открыть окно слишком высоко, потому родителям необходимо постоянно контролировать ребенка и объяснять ему последствия, которые могут произойти. Ведь оставленное без присмотра в режиме проветривания окно или москитная сетка не гарант безопасности ребенка. Важно помнить, что современные оконные системы легко открываются, поэтому для обеспечения безопасности детей целесообразно оборудовать их специальными фиксаторами, позволяющими открывать окна только для проветривания. Не стоит думать, что установленная на окнах москитная сетка может предотвратить выпадение ребенка из окна, поскольку она для этого не предназначена. Также родителям необходимо обеспечить расположение мебели в комнате таким образом, чтобы возле окна и подоконника различных предметов мебели не находилось. Ввиду этого дети не смогут самостоятельно забраться на подоконник.